Я Валентина, жена Попова Александра Ивановича, которого сбила судья Козеева Людмила Александровна. И наше лечение происходит с какими-то непонятными остановками, препятствиями. Мы подозреваем, что это со стороны судьи. Его хотели, 21 числа его сбили, положили в больницу электроника. На второй день они его хотели из реанимации положить в местную палату. Потом все же передумали, он остался в реанимации. Там отлежал 15 дней. На восьмой день мне звонят с больницы и говорят, что мы его выписываем. Наше, опять, мы не знали, как это все, в смысле, как сказать-то. Мы позвонили в департамент. По-другому мы с нами, врачи, не разговаривали. Мы перевезли его с Омова в 11-ю больницу. Опять же, он отлежал 9 дней. На 9 дней заведующая Ольга Ивановна говорит, что мы будем его выписывать, готовиться к выписке. Что нужно уже другое лечение. Я поговорила с главврачом в больнице Евгением Анатольевичем. Он как будто был не в курсе. Поговорил с заведующей. И якобы нас оставили до понедельника, до консилиума. Потом приходит заведующая и говорит, что мы, с ним сидит сиделка с моим мужем, и они говорят, передайте жене, что он у нас будет лечиться 21 день. Это были ее слова. И вдруг сиделка звонит и говорит, что вас выписывают завтра. То есть, как это не постоянно. Якобы они решили, что был консилиум, что решили, что ему уже нужно лечить его амбулаторно. Так, а почему вы подозреваете его через судьи? А кто же? А как иначе? Ну, почему говорят 21 день, лечащий врач, заведующий сказал 21 день. Потом резко это все меняется. Да, это они. Именно я подозреваю судью. Но чтобы все связано с диагнозом. Чтобы у нас он был более-менее средней тяжести. Я хочу обратиться в Департамент здравоохранения через блокнот, чтобы как будто бы уделили врачи должное внимание моему мужу. Чтобы правильно поставили диагноз. Чтобы объяснили, как быть дальше. Чтобы просто хотя бы поговорили, а не просто его выбрасывали на улицу. Как это делается сегодня.